Ты не имеешь возможности купить квартиры такой, раз нет долевого строительства, а вынужден будешь покупать по вот этой цене готовую квартиру. Соответственно, удорожание квартиры за счет кредитов где-то 30-40%, а общее удорожание квартиры плюс миллион. Обманутых дольщиков не будет, а вот цена квартир возрастет на треть, уверен Евгений Ковальский. На простых математических подсчетах представитель застройщика показывает, как запрет на долевое ударит по рынку. Отказаться от строительства жилья за счет средств собственников решено по поручению президента. Нужно перейти на проектное финансирование, то есть деньги на возведение жилья строители будут брать у банков в кредит. Это, по мнению экспертов, хоть и снизит риски для будущих жильцов, но гарантия въехать в свое купленное жилье им дорого обойдется. На ранних этапах строительства, допустим, однокомнатная квартира, она стоит сейчас в Красноярске миллион шестьсот, миллион восемьсот, в зависимости от размера этой квартиры, то уже ближе к сдаче она уже выходит за два миллиона рублей, больше двух миллионов рублей. Ну а если придется кредитоваться, ну представьте себе, 12% годовых, три года строится дом, там уже получается 36% годовых. На возведение одного дома застройщикам необходимо от 500 до 700 миллионов рублей. Строительные эксперты уверены, выгоднее использовать средства дольщиков, чем брать огромные кредиты под сумасшедшие проценты. А что дорого обойдется строителю, то возместит покупатель. Ну сегодня стоимость денег варьируется от 10 до 15% годовых. Средний срок строительства дома – это два года, поэтому мы можем смело говорить о 20-30% увеличении стоимости на жилую недвижимость. Те компании, которые банковские кредиты не потянут, вынуждены будут уйти из рынка. Строителям, конечно, немножко сложнее станет. Почему? Потому что сейчас они привлекают средства дольщиков и на эти, собственно, финансовые средства возводят дома. Конечно, теперь нужно будет компаниям делать это за свой собственный счет. Ну или, возможно, какой вариант – еще объединение ряда строительных компаний. Поэтому, безусловно, наши крупные строительные компании, они, конечно, для них это, как сказать, с одной стороны, может быть, не очень выгодно, с другой стороны, это немножко рынок это почистит. При проектном финансировании купить жилье можно будет только в готовом доме, а вот при долевом строительстве продают квартиры даже на этапе котлована. В Красноярске больше половины жилья строится за деньги дольщиков. Как правило, такие квартиры дешевле в разы. И лишать такой возможности россиян приобрести собственное жилье было бы странным, говорят эксперты. И добавляют, государство всегда легче запретить, чем организовать должный контроль за строительством долевого. Государство на себя должно больше взять ответственности за контроль. То есть она себе в закон заложила, что оно может контролировать, но, к сожалению, государство недостаточным образом контролирует целевое расходование денежных средств. Отказаться от долевого строительства российские власти намерены за три года. Если поручение президента перерастет в закон, то на рынке останутся лишь крупные строительные гиганты. Они-то и смогут осилить возведение жилья собственными силами. Это приведет к монополизации, и, соответственно, цена за квадратный метр увеличится, предполагают эксперты. Виктория Столярова, Сергей Малафеев, Новости ТВК.